МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале АЛЛАО Новости. В студии работает Алмат Сулейменов. Коротко о главных темах выпуска. Получить медицинскую помощь, не выезжая из поселка. В Костанайской области строятся фельдшерско-акушерские пункты. До конца года они откроются в 19 селах. В Костанайске отдел образования набирает кадры для новых строящихся школ. Это в микрорайоне Аэропорт, Береке и Кунай. Всего потребуется больше 200 педагогов. Алияда Смагомбетова продолжит тему. Подготовку к школе начали будущие первоклассники в Костанай. Сейчас они посещают занятия и привыкают к новому этапу в своей жизни. О том, как проходят их занятия и как туда попасть, расскажет Алина Альмишева. Предварительное решение приняли по единому часовому поясу в Казахстане. Сегодня в Астане состоялось очередное заседание по рассмотрению петиции о возврате прежнего времени. Как сообщил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыгбаев, были рассмотрены доводы заявителя о том, что переход Казахстана на единый часовой пояс негативно отразился на здоровье людей и спровоцировал рост потребления электроэнергии. Но доводы эти не нашли подтверждения, поэтому предварительное решение Минторговли отказать в удовлетворении петиции. Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и 3 города республиканского значения перевели стрелки на час назад. Правительство обещало, что переход на единый часовой пояс стабилизирует циркадные ритмы, обеспечит точность расписания полетов, а также повысит стабильность бизнес-процессов. Позже появилась петиция о возврате прежнего времени, которая набрала 50 тысяч подписей казахстанцев и правительство приступило к ее рассмотрению. К другим темам. До конца года в селах Кустанайской области построят 19 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В каждом из них предусмотрен стоматологический и смотровой кабинеты, лаборатория. Также люди смогут получить в них и физиолечение. За смену медицинскую помощь там смогут получать 25 человек. Мои коллеги побывали в одном из строящихся ФАПов в Кустанайском районе. В мае этого года в селе Айсары Кустанайского района приступили к строительству фельдшерско-акушерского пункта. Как отмечает местный Аким, события этого ждали все сельчане, так как нынешний ФАП не позволяет предоставлять широкий спектр медицинских услуг населению. Сейчас здесь работы уже завершили на 80%. Строители занимаются внутренней отделкой, они займут приблизительно месяц. Здесь будет кабинет стоматолога, акушерский смотровой кабинет, лаборатория, кабинет физиотерапевтического лечения и фильтр. За смену смогут принять 25 человек. У нас есть сельская амбулатория, но она, конечно, уже устарела и маленькая. После завершения строительства все переедут сюда. Подрядчик в целом идёт согласно графику без отставаний. Обещают всё завершить к 1 сентября. Темпы работ хорошие. ФАПы в области строятся в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В прошлом году шесть уже начали работать. Площади новых зданий позволяют разместить в них склад лекарственных препаратов и сделать отдельный вход для фильтра. Предусмотрен и дневной стационар, который рассчитан на пять койко-мест. В управлении здравоохранения отмечают, что ФАПы значительно облегчают жизнь сельским жителям. Теперь им не приходится ехать в районную больницу для получения медицинской помощи. Мы этот путь сокращаем. То есть человек обращается во вручебную амбулаторию, оснащён на сегодняшний день вплоть до биохимической и гематологической лаборатории, которая непосредственно может дать именно подтвердить заболевание пациента и сразу же получить консультацию врача в общей практике, которая непосредственно может назначить лечение. То есть он коротит свой путь до районного центра и обратно. И, соответственно, это приводит к близкому эффекту, своевременному выздоровлению и, соответственно, к качеству лечения. В этом году в Куснойской области началось строительство ещё 19 объектов. Все они, как отметил Даниил Арджандаев, будут завершены до конца года, если не возникнут проблемы с подрядными организациями. Пока всё идёт согласно намеченному плану. На этапе строительства они уже подбирают кадры для будущих фельдшерско-акушерских пунктов. Лжас и Синжигитов, Альяда Смагомбетова, РТН, Кустанайский район. Природное или техногенное землетрясение произошло в Кустанайской области. Ответа на этот вопрос нет и спустя пять дней после того, как приборы экспертных центров зафиксировали подземные толчки в окрестностях Рудного. Всю информацию о сейсмологическом событии, известную на данный момент, озвучили в ходе специально организованного брифинга сотрудники ДЧС региона. Сейсмическое событие расчётной интенсивностью в 3,9 балла по шкале Рихтера, по официальной информации, озвученной представителями ДЧС Кустанайской области, произошло 27 июля в 9.54 в 21 километре к востоку от Рудного. Факт зафиксировали две станции наблюдений, расположенные более чем в 400 километрах от эпицентра, и подтвердили несколько научных ведомств. Это филиал Института геофизических исследований Национального ядерного центра Казахстана, Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Министерства ПЧС Республики и Европейский международный сейсмологический центр. По данному инциденту незамедлительно были отреагированы подразделения Департамента ПЧС Кустанайской области, значит, были проверены по городу обследования, непосредственно был осуществлен выезд в пригородную зону, где давали эпицентр. Никаких видимых в ходе визуального осмотра, на разрушении и так далее, на зданиях ничего обнаружено не было. Не поступали в ДЧС и сообщения о пострадавших разрушениях. Сразу же сотрудники ведомства направили в научные центры запросы о том, по каким причинам могло произойти данное событие. Помимо природных землетрясений, встречается землетрясение техногенного характера, которые вызваны деятельностью человека. То есть, подземные толчки могут быть вызваны в результате подземных взрывов при закачивании в недра земли или, наоборот, извлекая туда большие объёмы воды, нефти и газа. Пока известно, что толчки произошли на глубине в 10 километров. Возможно, поэтому в эпицентре, а он находился в районе посёлка Белозёрка, никто их не почувствовал, но ощутили некоторые жители Рудного. Никаких взрывных работ на горнодобывающих предприятиях в это время не проводилось. По данным представителей ДЧС, такие же толчки регистрировались в 2004 и 2016 годах. При этом территория Кустанайской области считается асейсмической, поэтому, отметили в ДЧС, возникновение очагов землетрясений с интенсивностью более 5 баллов в регионе не ожидается. Валерий Тощев, Наталья Луговская, РТН. Вернуть из-за рубежа многомиллионные криптоактивы и финансовые пирамиды, похищенные у казахстанцев, в том числе и у жителей Кустанайской области, удалось Республиканскому агентству по финансовому мониторингу. Согласно информации ведомства, такую операцию они провели первыми на пространстве СНГ. Подробнее об этом, а также о пересечении попытки снабдить заключенных Кустанайской колонии мобильными телефонами и о двух пожарах, ликвидированных в регионе за одну ночь, в нашей рубрике «Коротко». Горящую баню и юрту потушили сотрудники ДЧС Кустанайской области в одну ночь. Первый пожар произошел в центральном парке «Колыка». Юрта была оборудована под кафе. Огонь объял площадь 10 квадратных метров, но никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается. А в райцентре Сарако на территории частного жилого дома загорелась отдельно стоящая баня на площади в 20 квадратных метров. Благодаря слаженной работе спасателей удалось избежать распространения огня на соседние строения. Жертвы пострадавших не зафиксированы и в этом случае. Похищенный у казахстанцев криптоактивы «Финпирамида» на 250 миллионов тенге вернуло Республику агентство по финансовому мониторингу. В мировой практике таких результатов добились единичные страны, а на пространстве СНГ это вообще сделано впервые. Ведомстве сообщают, что за два с половиной месяца с использованием современных IT-инструментов была ликвидирована высокотехнологическая финансовая пирамида «Эволос». В нее были вовлечены 2500 вкладчиков почти из всех регионов страны, в том числе из Кустанайского. Столичный организатор был задержан в начале года и уже лишен свободы на 6 лет с конфискацией имущества. Чтобы запутать следы и беспрепятственно вывести вклады, использовалось множество транзитных криптокошельков. Спецподразделение агентства следило все транзакции и установило основные кошельки, накапливающие преступные доходы. Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства и в дальнейшем будут использоваться для возмещения ущерба потерпевшим гражданам. Агентства по финансовому мониторингу планируют широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и других мошеннических проектов. Попытка переброски запрещенных предметов в Кустанайскую колонию была пресечена ее сотрудниками. На территории учреждения был обнаружен темный сверток, обмотанный скотчем. В нем находились две сим-карты, два сотовых телефона, флеш-карта, пара наушников и зарядное устройство. При мониторинге записи камеры видеонаблюдения сотрудники оперативного отдела колонии областного департамента полиции установили автомобиль и человека, который перебросил запрещенные предметы через внешние ограждения. Его задержали и он признался в содеянном, указав, что техника предназначалась для его знакомого осужденного. В итоге поставщика запрещенных предметов привлекли к административной ответственности. Найденное имущество было конфисковано. Продолжаем выпуск. Отдел образования Кустаная набирает учителей в строящиеся школы в трех микрорайонах города – аэропорт Береке и Кунай. В эти учебные заведения необходимо будет принять 340 педагогов. По планам две школы введут в эксплуатацию уже в сентябре, еще одну на следующий год. Алия Дасмагометова продолжит тему. В Кустаная в прошлом году началось строительство трех комфортных школ в микрорайонах Береке, Кунай и Аэропорт. Напомним, в чем отличие этих школ от обычных. Одно из основных – ученики начальных и старших классов будут обучаться в отдельных блоках здания школы. Соответственно, в каждом блоке предусмотрены свои учебные классы, туалеты и даже спортзалы. Также школы будут оснащены современными кабинетами физики, химии, биологии и робототехники. В двух микрорайонах строительство уже завершается. И теперь перед отделом образования стоит задача – обеспечить школы учителями. Сформирован банк «Резуме». На сегодняшний день подано Береке 239 «Резуме», аэропорт 110, Кунай 116. Предполагаемое количество сотрудников в Береке – это 150 человек, Кунай 85 и в аэропорте 105 человек. Учителя математики, как таково, да, дефицит и воспитатель госязыком обучения. В микрорайонах аэропорт и Береке строительство по плану должно завершиться уже к сентябрю, а в микрорайоне Кунай – уже в следующем году. Эти учебные заведения должны помочь решить вопрос дефицита ученических мест в городе. Многие школы в Кустанае переполнены, а благодаря комфортным школам появится 2600 мест, куда потребуется 340 педагогов. На информационных ресурсах размещены объявления, там даже телефон указан и указана почта, электронная почта кадры. Вот на электронную почту кадры все, которые желают подать резюме, имеют право, могут подавать. Все резюме рассматриваться будут, конечно, когда будет конкурс объявлен. Сам конкурс будет объявлен позже, после того, как школы будут полностью готовы. Но сейчас все желающие могут подать свое резюме. Для этого необходимо зайти на сайт отдела образования Кустанаев и найти объявление о наборе учителей. Виктор Ваташко, Алияда Смагомбетова, РТН. Малышкина школа. Для ребят, готовящихся к школе, разработана программа, которая позволит им быстрее адаптироваться к новому этапу в их жизни. В течение месяца будущие первоклассники ходят в школу на несколько часов в день, где их знакомят с основами грамоты и математики, а что не менее важно, учат работать в команде. В одной из школ города малыши уже вовсю вливаются в школьные будни. Подробнее расскажет Алина Альмишева. В этом году в Кустанае более трех тысяч детей пойдут в первые классы. Чтобы им было проще адаптироваться к учебному процессу, во всех начальных школах страны запущена программа «Малышкина школа». Это летние курсы. Занятия длятся месяц. И за это время дети должны немного привыкнуть к новому этапу в своей жизни. Для детей, которые ранее не посещали по каким-либо причинам классы предшкольной подготовки или детские дошкольные организации, этот период является значительно сложнее. И с целью выравнивания равных стартовых возможностей для детей, которые ранее не посещали дошкольные организации, как раз таки и организовываются курсы предшкольной подготовки. Как оказалось, в Кустанае под эту категорию ребят попадает порядка 240 детей. Но на летние занятия могут ходить абсолютно все желающие. Например, в одну из школ Кустаная уже вовсю идут уроки. Почему назвали? Их назвали классными, потому что они образуются с помощью голоса. Вы сказали, где у нас голос? Вот здесь. Теперь ты мне правила рассказываешь. Среди учеников Иарстан Камалхазы. Ему 6 лет. Мальчик рассказал, что до этого он ходил в садик. А сейчас он с нетерпением ждёт торжественной линейки. Мы читали, писали, цифры изучали и звуки. А тебе нравится учиться? Почему? Потому что я хорошо пишу и я люблю учиться. Знаю, как читать и как писать. А до скольки ты умеешь считать? Ну, до ста. Занятия проходят пять раз в неделю. С 9 утра и до 12 часов дети знакомятся с азами грамоты и математики. Читают художественную литературу, а ещё лепят и рисуют. Кроме того, между занятиями, которые длятся полчаса, есть перемены по 10 минут. В это время ребята отдыхают и общаются друг с другом. Разные детки приходят. Есть усидчивые, есть не очень усидчивые. Есть подготовленные уже в плане, организационном плане. Потому что есть детки, мотивированные уже на учёбу. Это, конечно, многое зависит от уровня мотивации самих родителей. Насколько родители смогли подготовить ребёнка. Психологически в первую очередь. Потому что понимать, что такое школа, к сожалению, детки не все понимают. Как правило, на такие курсы ходят те школы, куда родители уже подали документы или же собираются. Поэтому помимо развивающих занятий, детям проводят экскурсию по зданию, чтобы они чувствовали себя ещё комфортнее. Алексей Краснов, Алина Альмишева, РТН. Алина Альмишева, РТН. Познакомилась наша съёмочная группа. Национальный конкурс «Мерили от Босе» уже многие годы даёт шанс раскрыть свою уникальность самым обычным семьям. В этом году на участие в областном этапе заявки подали около сотни семей. В их числе семья Салатовых. Наталья и Евгений вместе уже больше 15 лет. А познакомились они ещё в школе, будучи девятиклассниками. За эти годы они успели стать многодетной семьёй. Сейчас у них четыре сына и одна дочь. Первого старшего сына вообще назвала моя мама. Ну, бабушка старшего. Она назвала его Владислав. И мы решили в дальнейшем, не нарушая традицию, у меня все сыновья с производным имени Слава. Вот старший Владислав, второй Ярослав, третий Мирослав. Правда, дочку мы отступили от родительства, назвали дочку Арина. А уже пятого сына назвали Данислав. Семья довольно спортивная. Мама фитнес-тренер, а отец с самого детства обожает играть в футбол. Младшие сыновья разделяют хобби папы, а старшему больше нравится лёгкая атлетика. Все ребята занимают призовые места на областных и даже республиканских соревнованиях. А вот дочь Арины в четыре года родители решили отдать в школу гимнастики. Но несмотря на серьёзную вовлечённость в спорт, ребята не забывают и про учёбу. Ты ещё кем собираешься стать? Поваром. Или спортсменом, или поваром. А ты любишь готовить? Да. Сейчас готовишь? Да. Что ты умеешь готовить? Ну, мя, умею на гриле мясо, в духовке готовить. У меня суп, борщ умею готовить. Откуда это? Салат. Ну, я и у папы, и в интернете смотрю. Ещё большое семейство часто выезжает на рыбалку, пикник в лесу или собирают ягоды. Мама призналась, что участие в конкурсе было её инициативой, которую семья не сразу, но поддержала. А когда они узнали, что победили в городском этапе, были крайне удивлены. Я уговорила, давайте просто поучаствуем, попробуем. Я думаю, что мы дальше не пройдём. Обнадёжила всех, в общем. Ну, в итоге получилось, что мы прошли дальше. Честно говоря, не думали, не ожидали, просто подали заявку. Также ответили, заполнили ангету, на вопрос ответили, отправили фотографии. Я считаю, что все участники достойны, независимо, сколько у тебя детей, от положения в обществе. Будем наблюдать за итогами, что, как. Помимо семьи Салатовых, в конкурсе участвуют ещё 10 семей из разных уголков нашей области. Всех их ждёт торжественное награждение, которое состоится уже в августе. Стоит отметить, что самая лучшая семья получит сертификат на сумму в 1 миллион тенге. После этого они отправятся уже на республиканский этап. Валерий Тощев, Алина Альмишева, РТН. На сегодня это были все новости. До свидания.